В минувшие выходные состоялась рабочая поездка Акима области Нуржана-Нуржигитова в Кордайский район, в ходе которой он посетил крестьянские хозяйства, осмотрел социальные объекты и встретился с местными жителями. Рабочая поездка Акима-Жамбулской области Нуржана-Нуржигитова в Кордайский район началась с ознакомления с работой крестьянского хозяйства Самгау в селе Сырабулак. Глава хозяйства Евгений Трубников сообщил, что испытывает дефицит воды. Если будет решен вопрос с водой, то будет увеличена площадь рожаемых земель. Глава региона отметил, что с учетом потребностей крестьянского хозяйства работы по ремонту, бетонированию каналов будут продолжены поэтапно. Далее глава региона осмотрел пятиэтажные жилые дома, строящиеся в микрорайоне Баты с села Курдай. Была отмечена необходимость выделения дополнительных средств на привлечение инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Акима области осмотрел ранее сданные многоэтажные жилые дома в жилом массиве и раскритиковал некачественное строительство. Газ в Кельсин полностью абсолютно пусть делает. Газ в суда. И подрядчика, и технажера, и всех надо листить за это, за то, что такое дом построили, лицензию лишать надо. Осмотрел Нуржан Нуржигитов кооператив «Эко-Чекин». В настоящее время в каждой птицеферме содержится полторы тысячи цыплят. Глава фермы рассказал о планах по строительству теплицы от кормочной площадки на 800 голов, а также параллельному сопровождению рыбного хозяйства. Аким области положительно оценил работу фермы и отметил, что будет оказана необходимая поддержка. Глава региона ознакомился с работой завода в ТООК «Курдай-Суд Ольним-Дерен» крестьянского хозяйства «Нуну». Посетил школу номер 45 в ауле Байтирек, среднюю школу номер 9 в селе Аохат-Эн. Затем Аким Жамбулской области встретился с жителями Курдайского района и провел прием граждан по личным вопросам. Сначала глава региона встретился с местными жителями в Доме культуры села Масанчи. Один из вопросов касался выделения земельных участков. Две тысячи участков. На эти две тысячи участков все они рожданы нашим жителям. Кто живет в Курдай, там, наверное, близость села. Но строительства нет. То есть государство свою работу сделало, всю инфраструктуру подвело, землю дали, никто не строит. Почему никто не строит? Если строить не будут, через три года начнем забирать. Потому что в законе так написано. Такая же встреча прошла и в селе Курдай. Жители обратили внимание на высокую стоимость подведения голубого топлива в дома, дефицит питьевой воды, удобрений и другие вопросы. Глава региона отметил, что все поднятые на встречах вопросы будут приняты к сведению. После встречи Аким области провел прием сельчан по личным вопросам. Далее в Акимате Курдайского района состоялось заседание штаба по ситуации в сельских кругах Улькен-Сулутор, Ногайбай. Глава региона поручил ответственным лицам держать ситуацию под полным контролем и предупредил, что необходимо качественно организовывать соответствующие мероприятия по оказанию помощи пострадавшим. Ильдар Газиатуллин, Реналь Ахматуллин, Руслан Сандыбаев, Жамбл Ньюс.